МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодняшняя программа урожай посвящена мёду. О том, как организовать собственную пасеку на приусадебном участке, нам расскажет доктор биологических наук, заведующий кафедрой пчеловодства Тимирязевской академии, Манапов Альфир Габдулович. Мы находимся на учебной пасеке Российского государственного аграрного университета Московской сельскохозяйственной академии имени Крементия Аркадьевича Тимирязева. При усадебном участке пчеловодства необходимо обратить внимание на подбор именно породы пчёл. В частности, порода пчёл должна быть незлобливая. Если мы находимся в живом массиве, в частности, садоводству, мы понимаем, что там скопление людей, единых по энтузиазму, которые хотят у себя на приусадебном участке получать дары природы не только от пчёл, но и от земли нашей, дар Божий, как говорится, то в этом случае мы должны рекомендовать миролюбивых пчёл. В центральной полосе Российской Федерации разводят обычно породы, это среднерусскую породу пчёл, излюбленную нашу породу пчёл, а также карпатскую породу пчёл. Иногда завозят серых горных кавказских пчёл. Вот эту породу мы никогда не рекомендуем особо на ней останавливаться. Почему? Если вы завели у себя на пасеке приусадебном участке кавказскую породу пчёл, то считайте, что вы нажили себе беды по зимовке их, так как в этом случае происходит у них плохая зимовка. Они не приспособлены к суровым природно-климатическим условиям именно нашей центральной полосы Российской Федерации. Среднерусская порода пчёл, которая тоже является уникальной породой для Российской Федерации, так как она работает на определенном типе медосборы. Например, на медосборе коротком, бурном. В течение двух недель только светёт липа. И вот в это время эта порода пчёл успевает собрать до 50-60 килограмм товарного мёда. А остальные породы пчёл уступают ей. Но это, мы говорим, при липовом только типе медосбора. А запасы лепников и липовых урочищ не везде много. Поэтому с этими именно показателями, если мы говорим считаться, то на разные типы медосборов и на разные типы нектароносцев, лучше всего подходит в условиях средней полосы Российской Федерации карпатская порода пчёл. При организации пасеки садоводы должны в первую очередь обратить внимание на конструкцию или систему улья, в частности. Вот если мы говорим о системе улья, для Центральной полосы Российской Федерации довольно-таки хорошо себя зарекомендовал улья Дадана Блатта. Что это за улья? Конечно, вот он стандартный улья, имеет необходимые атрибуты такие, как корпус гнездовой, устроенный из хорошей доски, в частности, мы говорим, лиственных пород, в частности, рекомендуется, которые поддержат оптимальную температуру. Толщина его должна быть достаточно солидной. Вот мы обычно говорим сороковку вот идёт. Если утеплённые ульи, то дополнительно может быть нашивка ещё. Но это всё-таки они становятся тяжёлыми и носить труднее бывает. Но вот улья Дадана Блатта, он достаточно тёплый бывает для того, чтобы пчелинная семья чувствовала себя комфортно весной и осенью, когда идут резкие похолодания в природе. Конечно, на зимний период мы всегда их ставим в зимовню, где поддерживается оптимальная температура от нуля до плюс двух градусов. И вот что собой представляют остальные части, конечно, улья. В частности, если мы говорим, то улей должны обязательно иметь соторамки. Здесь стандартная вот эта гнездовая соторамка. Высота 30 сантиметров, мы говорим, или 300 миллиметров. Две смежно расположенные друг с другом соторамки образуют промежутки между ними улочку. Там, где пчёлы живут, работают, в частности, воспитывают расплод, перерабатывают корм и могут вести свою жизнедеятельность активно, как при подготовке к главному медосбору, так и при поддерживающем медосборе, выращивая расплод, занимая всё свободное пространство пчёлами, готовя расплод для получения уже высоких медосборов. Расстояние между двумя соторамками, оно не должно быть более 12 миллиметров. От одной пчелиной семьи можно получить в условиях непосредственно приусадебных пасек можно получить до 40 и 50 килограммов. Мы знаем такие случаи и рекордсмены. Вот на таком именно системе улев был поставлен рекордное добывание у товарного меда, в частности, 125 килограммов от одной пчелиной семьи. Основных правил при постройке пасеки несколько. Первое – это расстановка улев и ориентация литка по сторонам света. Обычно ориентируют литки пчелиных семей. Вот сейчас, если посмотреть, литки направлены на южную сторону. Посмотрите, пожалуйста, вот она, литок направлен на южную сторону. В частности, мы всегда говорим, юго-восточную часть, юго-западную часть нужно направлять литки. Почему? Рано утром солнечные лучи, как только попадает литок, пчелы возбуждаются и начинается их рабочий день. А поздно, когда мы говорим, лучи последнего заходящего солнца тоже должны им давать подспорье, что еще рабочий день не кончился. Обычно пчелиная семья начинает работу рано утром. В первую очередь вылетают оттуда пчелы-разведчицы, непосредственно разведывают, где есть нектароносы, где цветет, значит, цветки растений открылись, не открылись, появился нектар, не появился. После того, как они разведали массивы цветущих растений, оттуда они приносят нектар и сообщают их своим, конечно, сестрам. Они потом, пчелы-сборщицы, вылетают и приносят нектар. Вот для того, чтобы вот это состоялось, мы всегда должны смотреть, что же собой представляет пасека в этом отношении. При организации пасеки обычно бывают затруднения с соседями. Вот вы понимаете, участок в 6 соток, например, а раньше 4 сотки только было, и там размести и дом, как говорится, и приусадебное все свое подворье, и содержи пчел. И вот пчелы любой породы, даже миролюбивые, иногда начинают быть агрессивными. Но вот в этой связи наиболее миролюбивые породы пчел, они и выручают пчеловодов-любителей. Однако в этом случае нужно соблюдать нормативы, зоотехнические, санитарные нормативы по расположению ульев. На приусадебном участке в 6, в 10, в 15 соток можно содержать до 10-15 пчелных семей. Но если это большой участок, то в этом случае уже можно содержать в зависимости от нормативов, которые предусмотрены. И если нет жалоб со стороны соседей, можно на свое усмотрение до 100 пчелных семей держать на приусадебном участке. Но для этого должно быть не менее, имеется в виду, 30-50 соток земли. Ну а для кормовых припасов иметь и припасечные севообороты некотороносных культур для того, чтобы поддерживать пчел кормовой базой. В этом случае, для того, чтобы не было от соседей жалоб, и пчелы их не жалили, устанавливают заборы высотой в 2,20, непосредственно 2 метра 20 сантиметров, изгородь должна быть. И вот если такое именно ограждение есть, то для соседей это уже является основанием, что они не могут жаловаться, что они не ограждены от агрессивных нападений пчел. При этом пчелы, вылетая на взяток, они поднимаются выше, и тогда агрессивных нападов на соседов в этом случае не происходит. Конечно, при определенных условиях необходимо отметить, что пасечный участок должен быть загорожен от сквозных ветров, в частности. Это достигается с помощью, я уже отметил, заграждений, с помощью изгородей. Изгороди могут быть сплошными, могут быть в виде живых деревьев, кустарников в насаждении, в частности. Акации, может быть, такая желтая, белая, их высаживают в кустарники. И при этом пчелы, спокойно перелетая через эти объекты, могут садиться в них и получать от цветков этих растений также и нектары. При устройстве пасеки необходимо соблюдать еще одно золотое правило. Вокруг должны быть цветущие медоносы. В радиусе продуктивного лета пчел, это примерно полтора-два километра, должны находиться цветущие нектароносы. Вот при соблюдении таких условий, обычно мы говорим, при усадебных участках такого добра, мы говорим, хватает. Это цветущие фруктовые деревья, насаждения. А рядом обычно бывают еще участки засеянные, допустим, донникам, гречихой и спорцетом. Такие культуры дают пчелам возможность собирать достаточно большое количество товарного меда. Поэтому, когда идет организация пасеки, должны быть все моменты предусмотрены. Даже расстояние, на каком расстоянии друг от друга должны стоять пчелы, мы должны предусмотреть. Вот, допустим, если имеете 5-10 пчелосемей, то они должны иметь разрыв друг от друга не менее 2,5 метров. А в рядах этот разрыв должен быть не менее 3 метров. Поэтому, когда мы соблюдаем вот такую расстановку, они не мешают друг другу. Расстановка самих пчелосемей должна быть в шахматном порядке. Почему? Чтобы переди стоящий ряд не закрывал леток последующего ряда. И вот эти моменты помогают ориентироваться пчелам, находить свои гнезда именно. Ведь пчелиные семьи, отпуская своих, будем говорить, рабочих пчел на сбор нектара, они и ждут их возвращения. А если вот такая именно ориентация ими потеряна, то они в заблуждение могут заходить и в другие ульи. При этом нужно отметить, что пчелы не пускают чужих пчел, чужих рабочих пчел. Однако, если рабочая пчела вернулась с нектаром, а эти пчелы быстро узнают, они его пускают в свой уль. После устройства пасеки и расстановки ульев их нужно заселить пчелами. Правильным решением будет купить пчел. Пчелиные семьи закупать хлопотливо. Лучше приобрести так называемый пакет. Пчелиный пакет, который вы приобретаете, представляет собой вот именно фанерный ящик, в котором находятся соторамки в количестве четырех штук, если это четырехрамочные. Если шестирамочные, то шесть соторамок. Конечно, мы говорим о том, что пакет, который вы приобретаете, должен быть полноценный. Ну, во-первых, если по ГОСТу мы говорим о том его соответствии, то здесь должны быть такие атрибуты его. Четыре рамки, в которых из них двух кроющих, вот в этой части кроющий называется с краю, с этой стороны, и с этой стороны должен находиться кормовой запас. Количество кормового запаса в двух вот этих соторамках в сумме должно составлять 3-3,5 килограмма меда, то есть кормовой запас. Две внутренние соторамки, которые находятся вот в середине, две, это соторамки с печатным расплодом. Здесь должно быть сплошь полностью покрыт печатный расплод. Что это такое? Это рабочие пчелы на выходе. Они запечатаны и постоянно выходят здесь. То есть рождаются молодые рабочие пчелы. И вот этот печатный расплод должен быть в двух соторамках полностью занят две соторамки. С обоих сторон причем. Теперь плюс к этому должно быть в пакете полтора килограмма рабочих пчел. То есть 15 тысяч рабочих пчел, помимо этого, должно быть внутри. И плюс к этому должна быть плотная, молодая, качественная матка той породы, о которой мы рекомендовали использовать на пасехе. И вот этот такой пакет, он в последующем перерастает в пчелиную семью и дает товарную продукцию. Ну и конечно, если где приобретать, то мы всегда советуем пчеловодам-любителям обращаться к профессионалам в этом плане. То есть это либо кафедра пчеловодства нашей академии, в частности, Тимиряйцевской академии, либо это южные разведенческие пасеки системы Россельхозакадемии. Майкопский опорный пункт пчеловодства, с которым мы тесные связи поддерживаем и с ними вместе работаем. И конечно, непосредственно вывозя туда мы своих пчел, оттуда формируя пакеты, привозим сюда для удовлетворения нужд пчеловодов-любителей. В центральной полосе Москвы, Московской области, обычно пакеты пчел поступают для пчеловодов-любителей в пределах, начиная от 10 мая и до 25 мая. Обычно, мы говорим, этот процесс совпадает с возвратными холодами. По истечению вот второго именно возвратных холодов, вперед с 10 по 20 мая, приобретают эти пакеты и начинают работу с ними. При приобретении пакета нужно, конечно, посмотреть на следующие атрибуты. Семья активна ли этот пчелиный пакет? Нет ли заметных подморов пчел? Это обязательные условия. И убедиться в наличии пчелиной матки. Нельзя повредить матку. Нужно к ней очень бережно относиться. Матка – это царица семьи. Она отличается от рабочих особей своими размерами. Это самая крупная особь пчелиной семьи. Она имеет очень хорошо развитое брюшко, где расположены репродуктивные органы, в частности, яичники, где происходит образование, конечно, будущих, будем говорить, маленьких существ. В частности, яйцо откладывает пчела в ячейки, и там выходят из них рабочие пчелы. Или тротни, или будущие тоже матки. Подмор пчел в пакете не должен превышать 15-20 особей. Если там целая горсть мертвых пчел, такой пакет покупать не следует. Он слишком долго будет восстанавливаться, или вовсе остаток пчел в нем погибнет. Как только вы в этих атрибутах убедились, вы должны взять непосредственно этот пакет, подготовить улей вот этот вот, и пересадить ее. Как его пересаживают? Для этого забирают соторамки аккуратненько, подготовленные улей, и туда аккуратно переставляют. Добавляют при этом непосредственно с обоих сторон, либо кормовые непосредственно соторамки, или непосредственно свободные соты, для того, чтобы матка могла сеять яйца. И вот как только вы эти атрибуты сделали, производят утепление ее дополнительное, то есть верхнюю подушку. Вначале холстик ставят, затем подушку, затем закрывают его. Ну и вот одна из особенностей при устройстве пасехи, непосредственно при усадебном участке, нужно обратить внимание на наличие воды. Пчеловоды, любители, не должны допускать, чтобы на пасехе при усадебном участке пчелы искали где-то воду. Обязательно должна быть поилка, специальная для пчел, чтобы пчелы не могли тонуть там, должны быть мостики в ней. Пчелы в этом случае садятся туда, берут воду и летят к себе в гнездо. Вот представьте себе, если они начнут далеко летать, то это мы загружаем излишней работы пчел. Вот эти маленькие штрихи, кажущиеся ненужными, они уменьшают производительную способность пчели на семье. А если все это есть непосредственно на пасехе, то пчелы растут как на дрожжах, мы говорим. И в этом случае пчелиная семья становится очень быстро такой работоспособной. Она набирает силу сразу до 12 улочек в течение 15-20 дней это может произойти. И затем мы уже будем говорить, что введем подготовку наращивания пчел к главному видосбору. Увеличивать количество улочек с помощью постепенного добавления рамок нужно по мере разрастания семьи. Понять, что улей переполнен, несложно. Если количество пчел увеличивается в семье, то улочки становятся очень большими, то есть перенаполненными пчелами. Им тесно становится. Иногда пчелы начинают выкучиваться из летка и свисают в виде бороды непосредственно на прилетковых досках. И вот это служит основанием, признаком, что вы уже опаздываете с постановкой дополнительных соторамок пчелиной семью. Если это не упускаете, то пчелная семья дальше будет без отставания развиваться. Но если вы упускаете этот момент, то все равно нужно успевать исправлять его и давать возможность полноценному развитию пчелиной семьи. В принципе, следуя этим нехитрым советам, можно подготовить пасеку и уже к началу лета начинать работы по сбору меда. Но об этом мы расскажем в следующей программе. Если же вы купили уже готовую пасеку, пулия, в которой всю зиму стояли в зимнике, их нужно выставлять. Весной после выставки и зимовника пчелиную семью необходимо подготовить к дальнейшей работе. В частности, семья выходит ославленной, мы говорим, так как в процессе зимовки она использовала кормовые запасы. Рабочие пчелы износились все равно, так как безоблетный период был в этом случае. И необходимо ей помочь. В первую очередь при осмотре пчелиной семьи обращают внимание на количество кормовых запасов. Количество обсиживаемых соторамок пчелами. Обращаем внимание на то, чтобы в гнезде было то количество пчел, которое обсиживается пчелами. И при этом добиваемся того, чтобы рабочие пчелы впустую не грели свободное пространство. Для этого мы проводим первые весенние работы на пасеке, связанные с сокращением гнезда пчелиной семьи. Что для этого делают? Для этого удаляют излишние соторамки, которые не обсиживаются пчелами. В частности, это могут быть пустые, или, мы говорим, неиспользованные с кормовыми запасами, лишние соторамки. Но нужно это проделывать очень хорошо и аккуратно, для того, чтобы сократив количество соторамок, не сделать медвежью услугу, чтобы матка перестала червить или откладывать яйца. Для этого мы обязательно обращаем внимание, чтобы соторамка, свободная для откладки яйца с маткой, была в гнезде. И количество кормовых запасов соответствовало силе пчелиной семьи. Количество кормовых запасов, если в расчете на одну улочку 2,5 килограмма не будет, то пчелиная матка ведь не станет сеять, не будет откладывать яйца так, как нам бы хотелось. То есть для того, чтобы нарастить большое количество рабочих пчел главному медосбору, нужны внутренние условия. Первое – это хорошая, плотная, качественная матка, которая способна откладывать яйца в сутки, мы говорим, ранне-весенний период – это до 1000 штук, а в разгар роста пчелиной семьи – до 3000 яйц в сутки. То есть вот откладываемое количество яйц с маткой может превосходить массу самой пчелиной матки в несколько десятков раз. И вот сейчас мы эту часть здесь продемонстрируем непосредственно на этом примере, на этой пчелиной семьи. Давайте, Анатолий Степанович. Значит, перед тем, как провести эту работу, обкуривают пчелиную семью через литок, для этого дают 5-6 клубков дыма, и стараются минуту выдержать после этого. Для чего это делается? Вот вы знаете, пчелиная семья, она все-таки сообщество такое, которое не любит излишнего открывания и излишних осмотров. В этом случае пчелы становятся агрессивны. А при обработке дымарем и дымом оттуда идущим пчелы усмиряются. Почему усмиряются? Ведь, мы говорим, уже эволюционно закрепилось в пчелиных семьях о том, что дым связан с огнем, с пожарами. В этом случае пчелы действительно должны покидать свое гнездо и спастись от пожара. Пчелы становятся в этом случае, хотят сберечь свои запасы кормовые. Они набирают медовый зобик, определенную порцию кормовых запасов и становятся тяжелыми. При этом брюшко у них подъебается, и они не становятся способными жалить. И вот этот именно момент мы используем в работе для того, чтобы пчелы не жалили уже. Антон Степанович, пожалуйста, давайте теперь. Вот мы минуту выдержали, все это спокойно привели в соответствие, а теперь открываем и смотрим, что же собой представляет эта пчелиная семья на сегодняшний день. Открыли крышку, вот сейчас здесь подушка имеется, подкрышник здесь имеется, и утепление положенное. Вот здесь пустое пространство, поставлена диафрагма. Она сократила, сократили семью, и пустое пространство, которое могли обогревать пчелы, мы его удалили. Здесь остались соторамки, которые обсиживаются пчелами. Ввиду того, что вот сегодня прохладная все-таки погода, мы пчеловодам должны рекомендовать следующее. Все работы, связанные с осмотром пчелиной семьи, должны проводиться в теплую, безветренную погоду. Так как, если бы мы сейчас открыли, показали соторамки, то мы бы расплод, который там имеется, застудили. И, конечно, развитие пчелиной семьи остановилось бы. Вот эти моменты, чтобы не было, мы эту работу уже произвели вчера, вот солнечная погода была, позавчера очень хорошая погода была. Пчелиные семьи очень хорошо активно себя вели. Они уже несли вчера непосредственно пыльцу, обножку, цветочная пыльца, это белковый корм пчел. Лещина, да, Анатолий Степанович, все-таки дает. Ну и мать и мачеха, если желтая пыльца здесь была как раз, мы его это все видели. Поэтому, когда появляются рабочие пчелы с обножкой, со цветочной пыльцой, мы говорим, в этой семье все в порядке. Пошел процесс обновления перезимовавших пчел на молодых в весенней генерации. И в этом случае, мы говорим, пчелиная семья растет в геометрической прогрессии. И она к главному медосбору накапливает до 80 тысяч рабочих особей, иногда и более. От этого зависит продуктивная способность пчел на семье. Вот садоводы и огородники наши уважаемые должны помнить, что товарная продуктивность пчел зависит напрямую от количества непосредственно подготовленных к главному медосбору рабочих особей. Их должно быть не менее 60-80 тысяч пчели на семье. После весенних работ пасечник может ненадолго передохнуть, передоставив пчелам возможность обжиться, размножиться и начать сбор меда. Субтитры создавал DimaTorzok